Сейчас еду быстренько, снимаю обзорчик на мою машину. Сейчас я задумываюсь о том, чтобы поменять машинку свою наконец-то. Друзья, привет! Давно мы с вами не виделись. Пропал я из YouTube. Но на то были причины, так как коронавирус имеет такое свойство и портить немного жизнь, особенно финансовое положение. Ну, не суть. Были тяжелые времена, но, слава богу, они прошли. Вот, теперь можно более-менее спокойно жить и заниматься творчеством, а не только работой. Свой Instagram и канал в YouTube все-таки это для меня больше творчество, а не работа, потому что я с этого не стараюсь как-то заработать. А зря, а зря. Вот сейчас понимаю, что очень зря. Так что будем, может быть, все менять. Сегодняшний влог посвящается больше автотематике, плюс, ну, какого-то лайкстайла. По предыдущим влогам вы видели то, что у меня моя машина, это вот CLS 400 полноприводный. Я брал его вообще изначально на год, хотел через год уже поменять. Вот год уже прошел, а я еще не поменял. Так, в целом меня абсолютно все устраивает полностью. Идеальная для меня машина. И вообще я с детства, точнее не с детства, как только вот первые бананы появились, я просто влюбился в эту машину, потому что это как бы и премиум, и в то же время она выглядит спортивной. Блин, я так влюбился в эти машины, в этот кузов просто невероятно. У меня по всей комнате еще в России висели распечатанные на бумаге CLS-ы, AMG-шные, не AMG-шные. Нет, не AMG-шных у меня не было. Но я хотел всегда себе AMG-шный CLS 63-й. Еще в предыдущем кузове. А сейчас у меня рестайлинг. Но не AMG. Увы. Так вот, сейчас я задумываюсь о том, чтобы поменять машинку свою наконец-то. Правда, блин, вот можно было бы ее оставить, и купить просто вторую. Потому что я настолько полюбил ее, ну, столько она меня навозила, всякие сложные, несложные ситуации были. Всегда меня выручало. Очень ее люблю. Но пора что-то новенькое. Так что вот, ребят, сейчас я еду смотреть Mercedes. Ну, я думаю, про рассказываю, я думаю, уже догадывается. Но у меня будет несколько вариантов, а потом поедем смотреть следующий вариант. Все, увидимся. Обожаю Deep House. И вообще я меломан, кстати. На тренировках, когда я в зале, натренируюсь, слушаю такой металл, рок, слюкнот, слэйр. Ну, короче, прям по мясу. В машине все время Deep House. Такой, знаете, ресторанная музычка. Прям кайфую. Мне как-то, знаете... Мне нравится, когда я в машине, чувствую себя как в гостинице. Какой-то хороший. Вот от этого кайфую. А вон машинка стоит, которую я хочу посмотреть. Вай, какая она красивая. Тут довольно-таки много классных машин, которые я бы посмотрел. Даже очень. Кабриолет. Вообще, моя мечта, как бы, это S63. Вот прям вот мечта-мечта. Но не до рестайлинга, а вот которые рестайловые. Сейчас уже новая выйдет, я не знаю. Я не успеваю выполнять цели. Уже новые машины выходят. А самое обидное, брать что-то новое. Допустим, вот сейчас S-класс, да, выйдет и какой-нибудь, может, новый S-купе выйдет. Блин, космических денег стоит. Ну, блин, там 200, 200 с чем-то. Буквально там за первый год владения, там чуть ли не... Ну, не то, что половину. Ну, короче, очень много денег теряется. Я на такое не готов. Это вообще не рационально, как мне кажется. Это норм, если у тебя там миллионы долларов и есть, ты купил, и тебе пофиг, там терял там 100 тысяч долларов, там, за несколько лет с машины, просто за то, что ты новую взял, и тебе пофиг, ну, it's okay. Но мне не пофиг. То есть, я даже вот эту машину купил, вот, с расчетом на то, чтобы как можно меньше потерять денег по истечению года. Поэтому я сейчас хочу ее продать, чтобы как можно меньше потеряла она в цене, потому что она 2015 года, то есть, уже пора, пора. То есть, пока пробегать тоже не так много, пока не накатал, поэтому нужно смотреть что-то новое. Но сейчас я рассматриваю машину на ближайшие два года. Сейчас пойдем посмотрим первую машинку, и я скажу, почему я ее приехал смотреть. Ну, кстати, скорее всего, мы можем посмотреть не только ее, еще несколько. А вот это моя мечта. Уже очень давно я просто влюбился в эту машину. Ой, блин, она еще на красном салоне. Ну, зачем вот так? А, она закрыта. Вот это, конечно, next level, но она даже бэушная, она стоит, ну, дорого. Для меня в данный момент. Тоже на красном салоне. Да вы издеваетесь, ну? Вай-вай. Вон моя малышка стоит. Тоже, на самом деле, свежо выглядит. Не знаю, за сколько у меня получится ее продать, но чую, не особо так уж и выгодно будет. тут есть еще И-63, тоже офигенная машина. Блин, все закрыто. Но сейчас уже вышла новая Ешка, поэтому нет смысла брать Ешку сейчас. Там поприкольнее салон, тем более, тут вообще, кстати, старый даже руль. Так, ну что, мы пришли к первой машинке. Я думаю, вы догадались. это тот же самый банан, только АМГ-шни. 63-й. Блин, как же круто вон выглядит. Это просто Unreal. Это матовая, белая, я не знаю, это вон заклеен в пленку или уже такой был. Самое главное не это, самое главное... Так, это пленка, не пленка? Не, это вроде... Не, это оригинальный походу цвет. Самое крутое здесь это салон. Просто вы посмотрите. Вы посмотрите на этот салон. Коричневый с бежевой кожей для Майами просто офигенно. Еще, что нужно будет сделать, это поменять руль на новый, на рестайлинг. И это просто идеальная машина. So nice. Блин, как же мне нравится. У нас здесь на жаре просто невозможно сидеть. Сейчас вам еще заведу и вы поймете, почему я думаю про CLS. Потому что звук просто невероятный. Ну, вот здесь, правда, есть коцики. Ну, куда без них, как бы машина не новая, но все равно состояние очень хорошее. Колеса рестайловые. И, кстати, почему CLS? Потому что он выглядит для своих лет очень свежо. То есть, какой-нибудь S-класс до рестайлинга, да, он выглядит уже стареньким. Тут есть докатка. S-купе до рестайловое. Ну, выглядит она тоже свежо, но не знаю. Вот, кстати, это еще CLS 63-й S. Ой, что за вид, а? По зазорам тоже нормально все. Вот здесь только щель такая большая, но, блин, это щель везде. Вот тоже здесь на CLS такая же щель. Тут вообще еще и резинку поставили из-за того, что слишком, такая большая щель. Why? Look. Oh, yeah? What the fuck? You famous, bro? Yeah, a little bit. You a model? Yeah. You cute, dog. I love this. Поедем, прокатимся. Блин, у меня в таком же состоянии машина абсолютно. Снали, вот на такое же состояние. Ау, fuck. Вот Rolls-Royce. Блин, по внешне Rolls-Royce просто идеальный. Он просто идеальный. Мне безумно нравится. Я бы себе очень хотел такую машину. Но салон, честно, торпеда, руль, блядь, не мое вообще. Я больше люблю такое уже новое, новый, новый руль, подсветочку. Вот идеальный салон, я сейчас в S-классе в самом новом. Это просто для меня. Вот поставить в этот CLS салон от S-класса нового или от того же AMG-шный GT 4 Doors просто было бы идеально. А, блин, тут так много классных тачек. Кстати, тоже очень классный вариант. Тут у нас черный салон, по-моему, Да, черный. О, с этим, с, как он, карбоном. Кстати, туда тоже можно будет карбон запихнуть, но он не факт, что будет симпатично смотреться с бежевым, с коричневым салоном. Блин, мне кажется, я сегодня пока здесь хожу, я сгорю к херам вообще. Сейчас поеду еще смотреть вторую машину. Так, ну что, я приехал в Mercedes-Center, следующие две машины, они стоят где-то здесь. Это, кстати, хорошо, что они в официальном дилере продаются, но нехорошо, что, конечно, на них завышена немножко цена. Кстати, смотрите, какой у меня чехольчик. Марта сказала, что это колхоз, но мне нравится. Это, знаете, на будущее, что если я поменяю эту машину на MG, то чехольчик будет в тему. Так, тут, конечно, без маски не получится, поэтому надеваю маску. Это у нас Mercedes of Pembroke Fine. Кстати, вот Ешка купе. На самом деле, если бы вообще существовала Ешка купе 63 Е63 купе, я бы, скорее всего, пытался брать ее по-любому. Потому что она во всем идеальна. Она то же самое, что и с класс. Даже внутри места столько же абсолютно. Но есть только 53. То есть, она, во-первых, не так едет, во-вторых, смотрится вообще не так. И задний вот этот выхлоп круглый динами. CLS мне новый, тоже вообще не нравится. Да, это MG. О, не, вообще, пушка на красном салоне. Руль вай. Цвет хороший. GT-шка 63 тут стоит. Самые современные вот эти диски. Блин, просто. Ну, кстати, жопа у нее такая, спорная. О, тут есть G-E 63S. Они добавили, кстати, вот здесь такие ребристость. И вот здесь вот на предыдущих я, по-моему, не помню такой. Это очень красиво смотрится. Ладно, сейчас пойдем найдем кого-нибудь. Я хочу посмотреть S-класс. Вот это, конечно, тоже топов за топ. Вот второй вариант. Что-то такое. А, кто-то тиранул как сильно мощненько. Ну, а так снаружи она вообще идеальная. Чем она мне приглянулась, то, что у нее коричневый салон. Но, единственное, что белую я не хочу. Если S-класс, то черный. Либо темно-серый. Вот, сейчас посмотрим другую. Почему в Мерседесе все время, ну, не все время, но чаще всего попадаются такие не очень приятные продавцы, которыми вообще не хочется машину, просто даже разговаривать не хочешь. Знаете, все ленивые такие, вот, показать. Даже ключи взять. Я уже жду, блин, 20, сколько, 15-20 минут мне уже ехать пора, бля, я не могу машину посмотреть. Ну, там, действительно, классный вариант за 60 тысяч долларов. Майлэдж там очень маленький, 20 с чем-то, 28, по-моему, тысяч. Но, там, в чем фишка, там, коричневый салон. Это очень круто. Состояние вообще офигенное. Начало очень неприятный, прям хочется туда поехать, где-то там посидеть. Зато здесь кофе. Короче, уже прошло примерно полчаса. Ждать, я больше собираюсь, пошел он, блин, куда подальше. Что-то он входит. Ну, короче, сейчас, если у него появился ключ, то пойдем посмотрим. ребят, у меня села моя GoPro, телефон, кстати, тоже 1%. Ну, в общем, машина. Ключ уже забрал, я сейчас на тест-драйве был. Блин, салон офигенный. Тут еще меняется экран, где одна бочка. Очень красиво выглядит. Офигенно большая крыша. Единственное, дешевый задний вариант, без подсветки. И тут должна быть такая огромная посередине подлокотник большой. И это очень красиво выглядит. Здесь выглядит скудно, как будто E-class. Вот, но место тут до хрена. Идеальная машина, на самом деле. Если была бы еще MGS на сиденье тут не... Короче, обычное. Вот, что здесь не нравится, это вот коричневый цвет. Блин, это клай. Этот вариант точно отпадает. Мне не нравится S-class белый. Диски вообще офигенно выглядят. Очень круто. Даже стоковые, стоковые. Уже, по-моему, 20-й или 20-й, да. Вот так выглядит морда. Очень агрессивно. Ну, вот, для сравнения, посмотрите, как выглядит в черном тоже сел, только сейчас включил, на зарядке стоит. Сейчас еду быстренько, снимаю такой квик, ну, быстрый обзорчик на мою машину. Блин, ну, вот здесь вот, вот, с этой, без свишая, с этой позиции, ну, она очень красивая. Бочину, когда подсвечивает, ваааа. Ну, поставьте лайк, если она красивая, ну, поставьте. Sorry, вид у меня, конечно, за машиной, такой себе. И тут сильный ветер. Кстати, у меня еще здесь есть шторка, она выдвигается вот здесь вот. Ну, она, в принципе, не особо такая полезная, просто можно тонер сделать, будет то же самое. Соберил рамочку для номера AMG. Я думаю, она должна отлично встать на реальный AMG. Ну, пока что это 400, полноприводная. Еще один момент, у меня здесь, от предыдущего владельца. Он еще сделал себе подсветку. Вон, если видно здесь, ночью светится. Ну, мне не нравится, мне кажется, это очень колхозно. Ой, блин, посмотрите, какой вид. Ай, она заслуживает лайк, ребят, реально заслуживает. Салон черный, я немножко поигрался. Что мне не нравится, что здесь не AMG-шный руль, он должен быть вот так вот скошенный. Коричневое дерево. Увы, у меня нету проектора, зато есть массаж, подкачка сидений, то есть, когда я захожу в поворот, у меня боковая подкачка сидения. Но только у меня, у водителя, у пассажира нет такой. Вентиляция сидений, подогрев, да и, в принципе, наверное, все. А, еще сзади вот это вот поднимается автоматически. Места довольно-таки много, чуть больше, чем в Е-классе. Кстати, вот у меня GoPro села, дополнительную зарядку я не взял, поэтому приходится снимать на телефон. Массаж, кстати, такой себе, его мало чувствуется на самом деле. Здесь подсветка, вот здесь вот, но ее видно только когда ночь, прямо вот темно-темно. Сейчас ее плохо видно, да и, в принципе, ее почти никогда не видно. Но она очень тусклая, я не знаю, зачем они так сделали. Вот в новых С-классах, в новых Е-классах, классная подсветка, яркая. Кстати, ребят, если вдруг кто знает, как сделать так, чтобы эта подсветка была ярче, или может как-то заменить на какую-то, чтобы было вот как в новых машинах, то дайте мне, пожалуйста, знать. Просто если я вдруг соберусь брать тот С-Айл-Эс, я сейчас пока подумаю, то там вот как раз будет ее не хватать. Вот, поэтому я пока буду думать. Ладно, увидимся скоро. Друзья, огромное вам спасибо, что посмотрели это видео до конца. Пожалуйста, не поскупитесь, нажмите на подписку. Это очень сильно меня мотивирует делать лучше контент, делать лучше видео, развиваться дальше. Вот, еще, кстати, очень много просьб показать именно квартиру, апартаменты, сказать, за сколько я снимаю здесь квартиру, потому что сам билдинг я уже показал, по-моему, в первом влоге, а своей квартиры еще нет. И вот давайте наберем всего 1200 лайков, и следующим влогом я сразу же выпускаю обзор своей квартиры, и еще, скорее всего, фитнес-тематику, пойду в зал, поговорим там. В общем, друзья, спасибо за просмотр, скоро увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok